Эта вещь становится чча, 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 раз, два, три. Какую планету мы оставим нашим детям? Upcycle – метод производства одежды или объектов на базе уже изготовленных вещей, которые более не используются по назначению. Это роднит upcycle с recycle. По сути, это два метода, которые дают новую жизнь старым вещам. Но по сравнению с recycle при upcycle старую вещь не перерабатывают в новый материал, ее берут в работу, и она становится частью чего-то нового. Так, при recycling, например, пластиковый мусор измельчается, и уже из этого сырья готовится подошва для кроссовок, а при upcycle этот пластик сохраняется практически в первоначальном виде и становится, например, каблуком. С приходом промышленной революции общество стало склоняться в сторону сверхпотребления. Но и в измененном мире нашлось место для творческой переделки. В начале 20 века upcycling использовали для создания произведений искусства, либо в быту, когда люди хотели сэкономить денег. Этот метод был вынужденной мерой и чаще всего использовался бедными слоями населения. Экономическая нестабильность, дефицит в товарах вынуждали людей переделывать старые вещи. Тем не менее, когда в конце 20 и начале 21 веков появилась вторичная переработка recycling, популярность upcycling продолжила расти, потому что люди стали более осведомлены об экологических проблемах и охране окружающей среды. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и это достаточно нестандартное видео на моем канале. Перед тем, как продолжить просмотр, рекомендую подписаться на мой канал, так как тут вы найдете действительно нестандартный фэшн-контент. Вещи моего бренда я стараюсь создавать из натуральных материалов, как того позволяет задулка. И эти вещи я стараюсь создавать не в фастфэшн, а так, чтобы можно было носить их еще очень долго. Меня очень заботит будущее нашей планеты, какую планету мы оставим нашим детям. И поэтому в этом видео мы поговорим с вами про upcycling и попробуем его в практике. И сначала хочется рассказать о том, какие экологические проблемы поможет решить upcycling. Текстильная промышленность в основном зависит от невозобновляемых ресурсов. Всего 98 миллионов тонн в год, включая нефть для производства синтетических волокон, удобрения для выращивания хлопка и химикаты для производства окрашивания и отделки волокон и текстиля. Около 85% всей ненужной одежды оказывается на мусорных полигонах. Более половины одежды фастфэшн-быстрой моды утилизируются менее чем за год. При том, что после ее использования теряется почти вся ценность материалов, из которых она сделана. 78% волокна, используемого для производства одежды, вывозится на мусорные полигоны или сжигается. Каждую секунду на свалки или сжигание отправляется один мусоровоз с текстилем. Ежегодно люди потребляют более 80 миллиардов единиц новой одежды, что делает швейную промышленность одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды в мире. В среднем мы носим всего 50% вещей, которые покупаем, а оставшаяся часть лежит в шкафах. Одежда разлагается до 200 лет в процессе, выделяя метан, загрязняя почву и грунтовые воды, увеличивая объем мусорных полигонов. Индустрия моды – второй, самый крупный загрязнитель планеты после нефтяной промышленности. Как вам? Обсайклинг по праву можно назвать главным трендом 2021 года. Одежда, изготовленная из переработанных старых вещей, появляется в коллекциях популярных брендов. И это не только один из способов дать новую жизнь старым вещам, но и способ привлечь внимание к проблемам сверхпотребления и сверхпроизводства. Обсайклинг имеет большую эксклюзивность, и теперь покупатели осознают уникальность покупаемых ими вещей, что делает их почти что предметом коллекционирования. Обсайклинг стал заметной тенденцией сезона весна-лето 2021 года, отчасти благодаря таким брендам, как Balenciaga, Marne и Miu Miu. Так, марка Marne представила лоскутную верхнюю одежду, созданную из уже существующих вещей. Коуч переработала сумки 1970-х годов, а Miu Miu объявила о запуске новой эксклюзивной капсульной апсайкл-коллекции из 80 платьев, созданных из антиквариата, привезенного из винтажных магазинов и рынков. Многие бренды начали изучать то, как можно повторно использовать материалы. Ваш личный апсайклинг-проект может быть связан не только с модой и гардеробом, но и с домашним декором. Вся идея заключается в том, чтобы взять что-то, что вы уже больше не используете, и сделать из этого что-то ценное и используемое. Вы можете поменять что угодно, от поломанного стула до вышедшей из моды неиспользуемой одежды. И так как у меня канал все-таки про моду, а я представляю бренд одежды Julia F, где популярным изделием смело можно назвать корсет, предлагаю вместе с вами реанимировать старые джинсы, которые я не ношу уже много лет, и попробовать сделать из них трендовый, уникальный и эксклюзивный корсет. Начнем с того, что это не мои джинсы, я взяла их у мужа. Во-первых, у меня старых и завалявшихся не нашлось, так как я недавно почистила свой гардероб и очень много вещей отдала на благотворительность. Во-вторых, мужские джинсы еще круче, они больше по размеру, а значит в них больше материала. Первым делом я рисую макет будущего корсета и зарисовываю основные детали, чтобы не забыть. Художники, я так себя, поэтому извиняйте заранее. Теперь я аккуратно отрываю все бирки с джинс, так как они могут понадобиться. Сантиметром отмеряю длину передней части будущего корсета, а после мелом отмечаю границы, по которым буду резать. Отрезаю нижнюю часть штанин по намеченному, а также разрезаю переднюю и заднюю части для дальнейшей работы. Теперь мне не составит труда аккуратно отрезать боковые части, и еще я избавилась от мешковин карманов, они не нужны и будут только добавлять объема. Займемся выточками. Их я делала на глаз, замеряя одинаковое расстояние с одной стороны и перенесила на другую. Конечно, центр выточек я намечала во время примерки передней части, определив место под грудью. Также нужно сделать соединяющий шов посередине. Прошиваем. Вот что у меня получилось. Меня смущает вот эта вот складочка возле гульфика. Это излишек, и его нужно убрать. А все из-за того, что джинсы мужские. Пришлось распарывать только что сделанный шов и разделять гульфик. Весь излишек я завернула вовнутрь и сшила обратно. Настало время заняться спинкой. Для этого я взяла отрезанные штанины и разрезала их по внутренним швам. Мелом наметила верх спинки, детали симметричные, и по центру будет центральная строчка. И снова на глаз рисуете колбаски на месте швов. Эти выточки мы также соединяем швом вовнутрь вот таким вот образом. С изнанки, там где выточка имеет максимальную глубину, две боковые на 4 сантиметра, а центральная на 2 сантиметра. Срезаю ненужные куски ткани так, чтобы хватило на кулиску для корсетных костей. Сначала я прострочу на нужном расстоянии, а после вставлю туда кости. По передней части я также вставлю кости в эти три шва. А, итак, кулиски прострочены, и я еще зашила карманы, чтобы они не просили покушать. Кости я решила вставить только в переднюю часть, и под утюгом придала правильную форму. Спинку я продублировала подкладкой, и по центру решила пришить кожаную бирку. И вот результат, который у меня получился. Конечно, могло бы быть лучше, если бы я не экономила на косточках и вставила их во все швы, а перед этим проклеила бы джинсовую ткань дублерином, тогда бы ничего не топорщилось. Я пропустила шаг с постановкой люверсов, но там все просто. У меня вышло две отдельные джинсовые части, передняя и спинка, и по бокам на одинаковом расстоянии я поставила люверсы. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, и до встречи в новом видео.